Канал GT-класс, с вами Андрей Щетников. И этот ролик будет посвящен ответам на вопросы, заданные в предыдущем ролике про атмосферное давление. А мой рассказ будет все время ходить вокруг того, как физики используют модели для описания реальности. Потому что физик никогда не рассматривает реальность саму по себе, но всегда помещает ее в рамки той или иной модели. И этот факт надо хорошо понимать. И первый вопрос, который мы рассмотрим, посвящен тому, как атмосферное давление уменьшается с подъемом вверх. И мы выберем самую простую модель, модель изотермической атмосферы. Не будем учитывать, что температура атмосферы сама падает при подъеме. Будем считать, что она везде одинакова. Ну, а тогда мы можем воспользоваться моделью из прошлого ролика, где лежат слои друг на друге и составить дифференциальное уравнение. Вот мы выделили один такой слой. И вот снизу подпирает давление... А, ну и будем отсчитывать снизу высоту Х. Снизу подпирает давление П от Х. Сверху давление меньше П от Х плюс ДХ. Их разница ДП. Но она, понятное дело, отрицательная, потому что давление наверху меньше. Ну и это обычная гидростатика. Да, П это РОЖДХ, РОЖАЖ, знакомая нам. Теперь нам нужно плотность саму выразить через давление. Ведь чем больше давление, тем больше плотность, правда. Ну и у нас есть простая формула. Мы ее берем вот в таком виде из молекулярно-кинетической теории, чтобы меньше писать. П равняется НКТ. Н концентрация. К постоянная Больцмана. А Т температура в Кельвинах абсолютная. Но вообще говоря, это не что иное, как закон Бойля Мариотта. Можно было и по-другому все записать. Более по-школьному. Отсюда я выражаю РО. РО это концентрация Н, умноженная на массу одной молекулы М. Ну, Н мы выражаем вот из этого синенького. Значит, соотношение подставляем сюда. Ну, и осталось составить само дешевизуальное уравнение. Для этого я вот здесь. Вот это все хозяйство, смотрите. Оно сюда подставится. МП делить на КТ. Встанет сюда вместо РО. Здесь окажется П в одном из этих мест. Я его сразу вниз перетащу. Чтобы получилось ДП на П. Вот здесь. А все, что осталось там, это минус МЖ делить на КТ и умножить на ДХ. Диференциальное уравнение составлено. Можно его проинтегрировать немедленно. Потому что ДП деленное на П, когда мы интегрируем, получаем натуральный логарифм. Здесь мы получаем просто Х. Ну, а потом в обратную сторону. Нам нужно избавиться от логарифма. И поэтому П, это будет некое П нулевое на уровне Земли. Умножить дальше на экспоненту. Е в степени минус МЖ. Делить на КТ. Такой показатель. И здесь Х. Вот это все хозяйство. КТ делить на МЖ. Имеет размерность той же высоты. Можно было бы назвать его каким-то там Х нулевой и назвать высотой изотермической атмосферы. Ну, условной, конечно. То есть, той высотой, на которой давление падает в Е раз. Ну вот, мы построили первую модель, а дальше мы говорим себе, а как быть, если мы хотим рассмотреть молекулы? Ведь они не лежат вот так слоями друг на друге, такие пачки молекул. Они там движутся, и молекула может проникнуть в верхние слои атмосферы, потом спуститься. Нет никаких границ. Ну, и давайте мы построим небольшую компьютерную симуляцию, чтобы посмотреть на то, как молекулы себя ведут в этой ситуации. И вот мы сделали такую модель. Условная атмосфера здесь заключена в коробку, чтобы молекулы не разлетелись во все стороны. Молекулы упруго сталкиваются друг с другом и со стенками ящика. Так что при каждом ударе энергия сталкивающихся молекул сохраняется. А теперь я включу гравитацию, пока что не очень сильную. И мы видим, что плотность молекул в нижней части ящика становится больше, чем в верхней. И, кстати, хорошо видно, что молекулы между ударами движутся по параболам. Сила тяжести направляет их вниз. А вот при очередном ударе молекула может снова подлететь вверх тоже. Увеличим гравитацию еще сильнее. Видно, что плотность молекул внизу стала еще больше, а вверху еще меньше. В этом смысле атмосфера стала более низкой. Ну и здесь, в принципе, тоже можно наворачивать теорию. Но мы этого делать не будем. Там у нас должно появиться распределение Больцмана уже для отдельных молекул. А мы лучше спросим себя, а как так получается, что эти две разные модели приходят по сути одному и тому же результату? Ну, есть на этот счет опять же разные ответы. И один из этих ответов, например, такой. И в обоих случаях решение минимизирует некоторую энергию. И в первом случае это энергия упругого сжатия слоев воздуха плюс потенциальная энергия этих слоев в поле силы тяжести. А во втором случае у нас никаких слоев нет, зато есть кинетическая энергия молекул. Плюс, опять же, потенциальная энергия этих молекул в поле силы тяжести. И поэтому и там, и там получается в итоге один и тот же закон, описывающий изотермическую атмосферу. Ну, а теперь мы переходим ко второму вопросу. Как так получается, что давление внутри помещения равно атмосферному, хотя над нами есть потолок. И никакой стоп воздуха непосредственно через потолок, конечно, в эту комнату не продавливает. Но на уровне седьмого класса есть простой ответ со ссылкой на закон Паскаля, который говорит, что давление в жидкостях и газах передается равномерно во все стороны. Поэтому какое давление вот здесь перед домом, такое же через окна, двери и прочие щели у нас в негерметичном помещении, будет устанавливаться и внутри помещения. А на уровне молекулярно-кинетической теории, наверное, мы снова должны вспомнить, что в изотермической атмосфере П это НКТ, то есть давление попросту пропорционально плотности частиц. Ну и пусть у нас опять температура снаружи и внутри для простоты одинаковая. И допустим, что в доме воздух менее плотный, а за окном снаружи более плотный. Ну тогда происходит простая вещь. Давления пока что не равны. Но молекулы снаружи будут проникать в дом с большей чистотой, чем молекулы будут выходить из дома на улицу. Ну и все это будет происходить до тех пор, пока в среднем не установится равновесие. Ну а теперь традиционный заключительный вопрос. Вот сейчас зима и температуры воздуха снаружи помещения. И здесь внутри сильно разница, потому что там холодно, здесь тепло. И это означает, что нельзя уже говорить, что внутри и снаружи вот в этой формуле стоит одна и та же температура. Но для того, чтобы установилось равновесие, нам все равно нужно, чтобы некие потоки снаружи и изнутри были равны друг с другом. И я думаю, что вам стоит попробовать сообразить, какие теперь величины будут втекать и вытекать в равных количествах, переносимые молекулами. Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.